В Челябинске сегодня собирали конструктором. На региональное состязание роботов съехалось рекордное число команд. Школьники боролись за путевку на российские международные турниры по лего-конструированию. Такого количества спортсменов о дворце Крупской не припомнят. Челябинская область, Волгоград, Чита, Новгород, а всего 160 команд. И все они победители местных этапов. С каждым годом лего-конструирование набирает популярность. Это увлечение даже стало частью школьной программы. Педагоги школ стали заниматься прыжковой работой. Внедрять это в процессы физики, предметные области, физики, информатики, окружающего мира, в начальную школу. Это очень серьезная, современная, инновационная педагогическая технология. Таня на соревнования приехала из Каслинского района. В ее деревенской школе лего-конструирование – самый посещаемый кружок. Занятия помогают лучше понять физику, химию и другие точные науки. Но все же об устройстве своего лего-творения она рассказывает чисто по-женски. Вот это блок, к нему прицепляются разные штучки, моторчики, колесики. И вот он вот этими загребалками поднимается на ступеньки. Причем шагают машинки с грузом. Пройти дистанцию и не разбить сырое яйцо – с такой задачей справляются не все. Впрочем, эксперт робототехники Максим Васильев признается – южноуральские школьники – все равно лучшие конструкторы в мире. Дети сами создают, сами придумывают этого робота. Сами понимают, как он должен выполнять задания. Сами пишут программу. То есть он должен быть собран из конструктора лего, он должен соответствовать размерам определенным. Ну и он должен выполнять задания, которые у него есть. Хозяева самых ловких и быстрых киборгов отправятся на российский этап. А его победители повезут свои лего-машины на международный конкурс. В прошлом году, кстати, среди мировых призеров были южноуральцы.